В свой профессиональный праздник работники Березняковской прокуратуры подвели итоги прошлого года. Вспомнить действительно было о чем. Например, в январе прошлого года в соцсетях горячо обсуждались события вокруг здания бывшего морга. Люди возмущались, что внутри заброшенного здания остались патологоанатомические музейные экспонаты и личные документы с персональными данными. Прокуратура отреагировала незамедлительно. Помощника прокурора Наталью Аксенову тогда не устроила, что окна и двери здания просто заколотили. Она попросила допустить ее внутрь, чтобы лично убедиться, что документы и экспонаты вывезены подальше от любопытных глаз. К слову, это не единственная история, где прокуратура сама подключалась к громким делам. После их работы ответственные лица обычно быстро устраняют нарушения. Долгожданная лестница на околице тоже появилась благодаря предписаниям работников прокуратуры. Горожане много лет просили реконструировать этот аварийный и опасный объект. Только после того, как в дело вмешалась прокуратура, власти наконец-то взялись за дело. Впрочем, для правоохранителей это всего лишь рутинная работа. Выявлено и устранено более трех тысяч нарушений по различным направлениям. Принято и рассмотрено более трех тысяч обращений граждан и юридических лиц. Особое внимание также уделялось защите социальных прав граждан, охране здоровья, обеспечению надлежащих условий проживания. Особое внимание Березняковская прокуратура посвятила соблюдению трудовых прав и своевременной оплате труда горожанам. Так, по решению правоохранителей в 2020 году предприятиями города была погашена задолженность перед работниками на сумму более 6 миллионов рублей. Кроме того, по искам прокурора 25 ветеранов получили соответствующий статус. Еще одна из горячих тем – борьба с коррупцией. По искам прокурора в прошлом году в бюджеты всех уровней вернулось 3 миллиона рублей.